Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов Hobby DNUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработать ваш заказ и отправить в любую точку земного шара. Оказав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. Hobby DNUA. Это твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Предложаем работу над диорамой COVID-апокалипсис. И, наверное, пришло время сделать наполнение крыши нашего автобуса. Для этого нужно сделать багажник. Он представлен в виде травления. Ну, багажником мы займемся попозже. А сейчас мы будем собирать содержимое вот этого вот разворота. То есть все, что здесь есть, мы будем потихонечку строить и как-то потом этот багажник этими вещами наполнять. Единственное, не знаю, как мне быть, это вот у нас есть баллоны кислородные, наверное, тут тележка специально для него. Вот такое должно получиться в конце. Судя по картинке, как бы на крышу оно не становится. И на бокс-арте, представленном мини-артом, видно, что этот баллон стоит на улице. То есть, как бы автомастерская в раскрытом положении, там задние двери открыты, и баллоны стоят на улице. Я, короче, их соберу. А будут ли они у меня на диорамке, еще пока вопрос. Пока не знаю. Но все остальное, все остальное будет. Ну, может быть, за исключением этого стула, который у меня будет в салоне. Ну, здесь он как бы представлен лежащим наверху, но у меня будет он в салоне. Итак, друзья, собрал я все то, что будет у нас на крыше. Возможно, еще, конечно, что-то добавится, что-то уберется. Но, в принципе, то, что нам предлагал мини-арт для своей автомастерской, я собрал. Значит, покажу вам сейчас все, чтобы не затягивать ваше время драгоценное. Итак, поехали. Начнем с ящиков. Вот такой вот будет ящик. Один из трех. Дальше будет вот второй ящик. И третий. То есть, здесь у нас что-то хранится. Неизвестно что, но что-то хранится. Какие-то запчасти, какие-то инструменты, материалы и так далее. Дальше. Снова три мешка, которые вы уже видели чуть раньше, которые посажены в салон нашего автобуса. Также три таких мешка будут у нас на крыше. Кроме того, значит, вы, может, вы помните, сбоку автобуса есть место под запаску. Там запаска будет. Ну, а меня родает еще одно колесо запасное, которое хранится наверху. Я его сделал. Там оно и будет. Здесь интересно, обратите внимание, колесо состоит из, если не ошибаюсь, семи шайб. Семи шайб. С клеев, которые между собой, мы получаем что-то такую вот имитацию протектора. Не первый раз я с таким подходом сталкиваюсь. И, в принципе, нормально. Дальше, друзья, я не знаю, что это такое. Вот хоть убейте. И, простите, что это за животик? Это индикатор. Единственный вариант, который ко мне в голову приходит, что это какая-то батарея центрального отопления. Куда это, что это, непонятно. В инструкции она именно в таком виде идет. Именно в таком же виде она крепится на багажнике, на крыше автомастерской. Что это такое, я не знаю. Если у вас есть какие-то предположения, или вы наверняка знаете что-то такое, ну, напишите, пожалуйста, в комментарии. Потому как, ну, я, честно, в тупике. Может, я смотрю и не вижу, что это такое. А это что-то такое простое. Но я, блин, не могу понять, что это. Дальше у нас идут две вот такие вот канистры. Их я, сори, не доделал. Здесь нужно будет еще сделать две вот отравленные маленькие ручки. Я их обязательно сделаю. Ну, пока канистры, вот так вот они выглядят. И в довесок к этим канистрам идет еще шесть вот таких вот стандартных канистр, к которым мы привыкли все. Дальше еще бочка с топливом. Бочка с топливом. Ну, что не сказать. Бочка как бочка. В наборе была куча разных крышек. Как я, а бы как я прицепил, без каких-то задних мыслей. Просто крышки и крышки. И к ним идет еще такая вот штука. Насколько я понимаю, это ручной насос, который, как бы, позволяет выкачать из бочки топливо или что-то в ней находится. Дальше вот такой вот небольшой маленький домкратик. Домкратик. Если я правильно понимаю, но ничего другого улова не приходит. Только домкрат. Вот такого вот странного вида ведро. И в это ведро у нас, в этом ведре у нас будет лежать вот такой вот рубаночек. Вот такой вот рубаночек. И вот такая вот ручная пила. Вот она будет тоже здесь. И раз мы уже загорели пропилы, будет еще вот такая вот Дружба 2. И сводотравление. Вот. Также чемодан, который не поместился внутрь, будет у нас здесь. Набор с инструментами. Это вы уже видели. Часть трубы от Буржуки будет торчать с крыши. Теперь перейдем к такому интересному, но непонятному. Значит, вот есть такая тележка. И к этой тележке есть два вот таких баллона. Они, по идее, разные. Один, я так думаю, кислородный, другой с каким-то газом. То есть, это как бы вот так вот должно становиться здесь сюда. Это сюда. Вот такая вот конструкция, типа тележка для перевозки баллонов. И вот я, честно говоря, не знаю, будет ли она у меня вообще. Я, конечно, посмотрю, но как-то ее и внешний вид, и... Ну, короче, я не понимаю, куда ее можно примастить на моем автобусе так, чтобы она смотрелась нормально, чтобы к ней как бы и доступ был. Ну, условно, нашим этим людям. И все остальное. То есть, как бы я его собрать собрал, но будет ли оно в финале, я не знаю. Дальше еще таких вот два ящичка. Два ящичка собрал. Бутылки для них тоже есть. Как вы видите, они отличаются по цвету. Почему? Потому что эти ящички, это мне презентовал Виктор с канала. Scale Hamster. И эти ящички тоже я планирую поместить на крыше. Ну, и на крыше будет также уже отдельно, не в багажнике, а сам по себе отдельно будет наша вот тарелочка. Я уже немножко начал с ней работать. Во-первых, как видите, наклеечку перенес, декальку. Что-то подкрасил, но еще не тонировал ничего. Вообще она у меня будет еще ржавенькая. Я прижавлю. И провел как бы вот провод, который идет от этой головки через всю ее площадь и уходит в автобус. Провод этот сделан с компьютерной шины обычной. Оторвал один проводочек оттуда. Она уже никому не нужна, та шина. И вот так вот его как бы прилепил. Вот, вроде бы как бы все, что на сейчас я подготовил для нахождения на крыше. Единственное, теперь еще осталось из фотоотравления собрать непосредственно сам багажник. Вот эта вот большая средняя часть, этот багажничек и есть. Сейчас я его соберу и попробую все-таки так вот начерно разместить это все на крыше. Посмотрим, как это будет смотреться. Итак, друзья, собрал я багажник. Он фотоотравленный. И его я вам обязательно покажу отдельно попозже. Просто, ну, слишком долго собирал все его содержимое. И вроде как бы неплохо смотрится. Наверное, все показать вам не особо получится. Ну, вот так, да, с противоположной стороны. Вот так, ну, это как вариант. Это как вариант, но, в принципе, меня такое устраивает. В ящиках еще будут бутылки обязательно. И, скорее всего, может быть, будет пару веревок через все это дело перекинуто. Потому как, если присмотреться, да, то чемодан, по сути, не держится никак. Хорошо тряхнет и это все выпадет. Кроме того, приложил я баллоны газовые. И тоже, как бы, неплохо смотрится. Сейчас все покажу. Вот как-то так может быть вариант с баллонами. Единственное, их нужно будет еще как-то продумать, закрепить это все дело. Какие-нибудь цепи или опять-таки веревки. Ну, и, как бы, совсем неплохо имеет право на жизнь. Может быть, так оно и будет. Ну, и еще одно, что хотел вам показать и посоветоваться, не посоветоваться. Вот у нас будет тарелка. Так вот, ребята, ну, мне кажется, что она, ну, уж слишком высокая. Слишком высокая для нашего автобуса. Как-то она выбивается из контекста. И в таком виде, честно говоря, мне не особо хочется ее сюда цеплять. Поэтому я решил обрезать от вот этих двух ножек распорок до основания. И саму антенну приклеить на основание. Она будет ниже. Держаться будет только на этой площадке. И, мне кажется, так будет, наверное, все-таки немного получше. По крайней мере, я попробую это все дело провернуть. Потому что, ну, в таком виде, ну, реально, реально. Если бы это был какой-то автобус-ретранслятор, то да. А так, для домашних целей, это насильно здоровая. Вот. Ну, а сейчас, в принципе, я все это тело разбираю. Грунтую, крашу. И уже показываю вам в крашенном виде. Как видите, я покрасил баллоны. Баллоны. С баллонами вроде бы уже и все. Я их не только покрасил, но уже немножко. Я потонировал. Тут сколы нанес такие. Смывочку немножко нанес. Ну, короче, думаю, что с баллонами работа окончена. С тележечкой еще надо будет поработать. Я только покрасил. Сейчас собираюсь ее пройти с смывочкой. Ну, больше по колесам. Тут то, что там смывать. Вот. И, как бы, по идее, согласно нашей инструкции, работа вся с ней будет закончена. Единственное, что вот здесь вот, вы можете обратить внимание, вот здесь вот на палочке есть такие два держателя. Они, по идее, служат для того, чтобы после установки на свое место баллонов закрепить их специальная цепочка, которая идет в отравлении. Я это еще сделаю. Не вопрос. Я оберну кое-как. Попробуем все это дело закрепить. Но. Но. Дело, как бы, в следующем. Я не особо разбираюсь в сварке, все остальное. Но я так понимаю, что от этих двух баллонов, синие, так понимаю, с кислородом, красной, с газовой смесью, должны отходить трубки, которые подходят к горелке. В наборе шли вместо этих оконечников еще детальки с манометрами. Но это, я так понимаю, если бы мы делали в рабочем положении эту установку, то тогда, да, я бы ставил манометры. А так как у нас она, как бы, в походном положении и сложном, то вот такие вот заглушки. Поэтому манометры, как бы, где-то спрятаны. Но эти трубки и горелка, она же где-то должна быть. Кстати, горелку я нашел, вот она. Как одна из деталей набора, но в инструкции про нее не сказано ни слова. Это только чисто мое острое рыбное зрение и позволило мне ее, как бы, найти. Вот. Поэтому я сейчас, думаю, сделаю имитацию трубок. Вот эту горелку. Как-то все это обмотаю и как-то я попробую вписать, ну, в общую картину. А трубки буду делать вот из вот такой шины. Видите, здесь она такая, все красивенькая. Две полоски оторву. Как раз их будет удобно приклеить к горелке. Ну, а дальше их разведу, обмотаю и, наверное, еще и покрашу. Ну, вот, ребята, после всех моих нечеловеческих усилий, получилась такая вот конструкция. Здесь у нас уже присутствует все. И газовая горелка, и баллоны, и шланги. Так это все выглядит. На диоранке оно будет в таком вот лежачем положении. Знаете, мне нравится. Может быть, конечно, можно было сделать лучше. Наверняка можно было сделать лучше, но нормально. И еще я это немного припылю, но, скорее всего, уже, когда буду цеплять это дело на крышу. Итак, друзья, я красавчик. Все покрасил. И теперь у вас будет что-то вроде дежавю. Вы уже сегодня видели то, что я сейчас буду показывать. Но только вы видели в собранном виде, а сейчас уже в покрашенном. Начинаем непосредственно с баложника. Вот так вот он выглядит. Изнутри я его не красил, потому что, во-первых, лень его, а во-вторых, этого видно ничего не будет. Дальше покажу опять-таки. Вы это уже видели. Это наш сварочный комплекс. Баллон и горелка. Чемодан старый знакомый наш. Так, ну а дальше вроде бы все новенькое. Итак, вот такой вот ящичек. Рядом с ним еще один. И третий. Вот такая вот бочка. Решил сделать ее двухцветной, немножко старенькой. Можно было, конечно, еще потеки сделать топливо. Ну, не знаю, есть ли смысл. Вот такая бочка. Еще одна запаска. Запаска от другой машины. Видите, у нее диск такой темно-серый. Не желтый пустынный, как у основного автобуса. Ну, то есть, как бы, где-то ребята нашли. Положить на всякий пожарный. Как говорится, запасок много не бывает. Ящик с инструментами, тоже старый, знакомый. Вы его уже видели. Две канистры треугольные. Одна вот такая вот с желтой полосой. Другая такая, немного покоцанно-серебристая. Вот две такие канистры. Кстати, о канистрах. Остальные шесть штук выглядят следующим образом. Покрасил их в три цвета. Желтенькая. Серенькая. И красненькая. Вернее, красно-коричненькая. Так вот, что хотел сказать. Что, оказывается, такого вот вида канистры были изобретены немцами. До этого все канистры были вот такого плана. Но, как видите, их форма не особо удачная. Что касается хранения, перевозки и так далее. Они занимают много места. Неудачная такая у них компоновка. И вот немцы изобрели во время Второй мировой войны вот такого плана канистра. Очень удачная получилась канистра. Ее можно носить как в одиночку. Здесь, видите, три ручки есть. Посреднюю взял и понес. Так и вдвоем нести. Взявшись за крайние ручки. И, по сути, эта форма живет до сих пор. Очень она оказалась удачной. Дальше, опять-таки, мешочки, которые вы уже видели. Чуть раньше. В салоне. Вот наши мешки. Вот это вот неизвестная ерунда. До сих пор не знаю, что это такое. Так, я не определился еще. Ведерко. Ведерко с пилой и рубанком. Пила Дружба 2. Вот такой вот домкратик. Насос для нашей бочки. И последние два ящика. Первый ящик под вино. И второй ящик с молоком. Вот. Ну и последнее, что нужно показать. Это тарелка. Как видите, я ее уменьшил. Но центр тяжести ее перевеживает вперед. Она сейчас на блютаке. А так, в принципе, должно быть неплохо. Вот. Сейчас я все это креплю на багажник. А багажник ставим на автобус. Итак, друзья. Значит, все я склеил. Все теперь задержится намертво. Но единственное, что саму всю конструкцию крыши я еще не клеил. Здесь какая проблемка у меня образовалась. Я раньше не досмотрел. Почему-то из головы у меня это как бы вышило. Тут, если присмотритесь к крышам, есть вот это отверстие. Здесь должен быть багажник именно от этого автобуса. Я тебе напомню, этот багажник с автомастерской. А вот для Opel Abriza шел свой багажник. Вот он. Покажу. Вот он такой вот формы. И вот эти вот отверстия, естественно, под него. Надо было бы, конечно, изначально перед покраской это дело зашпаклевать. Тогда бы проблем бы не было. Но сейчас, как бы, они лишние мешают и некрасиво. Поэтому я как бы долго думал, что же с ними делать. А потом дошло до меня. А почему бы, почему бы не срезать это все дело? И, ну как бы, не багажником, а только одними этими дугами. Выложить. То есть, с одной стороны будет дуга, с другой стороны будет дуга. Посередке багажник от автомастерской. И как бы, как бы все логично. То есть, как бы ты и раз становишься за эту тугу, держишься рукой. Там может быть веревкой перетянуть, перевязать. Может просто держаться для того, чтобы там что-то порыться здесь наверху в багажнике. То есть, как бы, мне кажется, что наличие этой дуги будет в тему. Ну что же, друзья. Как видите, сделал я дуги. Прицепил. Здесь впереди пришлось обрезать часть. А так, в принципе, практически весь багажник, который нам предлагал Роден, поставил на свое место. Единственное, что я еще думаю, наверное, в местах крепления сделаю небольшие потеки. Я думаю, они здесь будут в тему. Но это уже будет, наверное, в следующей серии. Также в следующей серии будет окончательная уже работа с верхушкой. Здесь нужно будет протянуть какие-нибудь веревки. Я так думаю, чтобы закрепить, как бы это все дело, сделать видимость крепления. Я еще их не приклеивал навсегда. Только так приложил. То есть, как бы приклеить это надо будет. То же самое с тарелкой. Она не приклеена. Просто стоит. Ну, в принципе, вы уже имеете представление о том, что и как здесь будет выглядеть. Ну, а следующая серия, по сути, наверное, будет заключительная по работе с автобусом. Я думаю, добавить здесь лестницу, запасное колесо, всякие фары, зеркала заднего вида. Вот здесь сзади все-таки попробую сделать газогенератор и тендер для дров. И, короче, как бы и все. Вот такой вот он работ на следующую серию. Ну, естественно, потом нужно будет еще это дело скрыть матом лаком. Имею в виду верхушку. Да, и с антенной тоже еще надо будет ее сначала вскрыть глянцем, сделать смывку, а потом снова матом. То есть, с антенны еще работа, конечно, предстоит много. Вот, особенно сзади. Вот, а на этом, наверное, все. Если есть желание и возможность стать патроном канала, ссылочка на Patreon в описании. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Если есть что сказать, пишите в комментариях. Стройте с нами, стройте как мы, стройте лучше нас. Всем удачи и всем пока.